Вы говорите о том, что там территория, которая определена, целый город, правильно? Нет. Или как можно определить территорию, чтобы вытисленный проект? Это часть территории, на которой будет реализован данный инициативный проект. Определяют ее в первую очередь граждане города на собрании или конференции, где они обсуждают данный инициативный проект. Потому что проект может, во-первых, он касается всегда вопросов местного значения, и он может касаться какой-то только части территории нашего города, не всего города. Например. Я пример просто приведу. Я живу в моем квартирном доме, я решил выйти с инициативой. Я хочу, чтобы администрация согласовала мне благоустройство моей придомовой территории. Вот мы с жителями собрались, 10 человек, и отдали в администрацию рассмотрение этот проект. Это будет являться этим проектом? Места финансирования я получу? Будет являться. Будет. То есть вот этот документ и говорит как раз об этом. Это же. Который документ? Инициативный проект. Попоратива. Инициатива. 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 Инициативный проект вы имеете в виду? Да, конечно. И определена, вот вы сами проговорили, уже территорию своего, реализации своего инициативного проекта. Это территория вашего квартирного дома. А количество вот этих проектов, оно ограничено или нет? Нет. Ограничено только вопросами. Это вопросы местного значения. Вот этими вопросами вы ограничены. Эти все вопросы указаны в уставе нашего города. Их более 40. Но реализация проекта связана всегда с вопросами местного значения. Максим Николаевич привел пример. Да, вот если другой пример, допустим, жители города, да, с тем же проектом скажут, ну, вот администрация строительства моста через реку Чулу. Это будет считаться проектом? Проект должен быть реализован на территории города. А это же территория города? Если это территория города, значит, будет рассмотрен. Будет рассмотрен. Софинансирование. Ну, финансирование, это уже, ну, понятно, что очинский бюджет, это не байк. Все финансирование, вот в части финансирования давайте тоже отдельно проговорим, значит, поскольку федеральный законодатель не ограничил нас сроками на внесение проектов, мы совместно с администрацией города, с финансовым управлением об этом тоже подумали. Подумали о том, что деньги, конечно, тут точное мнение финансистов, деньги на реализацию данных проектов должны быть, конечно, в бюджете города предусмотрены. А для этого до формирования бюджета нашего города инициативные проекты должны поступить. И поэтому в нашем порядке указан срок до 1 мая администрация города готова принять инициативные проекты. То есть там в течение 30 дней она думает, да, поддержать или не поддержать этот проект. И в случае, если проект будет поддержан, тогда средства на его реализацию будут предусмотрены в бюджете города. Ну, конечно, он будет реализован уже, естественно, в следующем году. То есть, ну, на все нужны свои сроки. Но, но, возможен и другой вариант, что проекты будут внесены в течение календарного года. Но здесь должно быть предусмотрено финансирование из других источников. Это либо добровольные какие-то, да, либо это участие какого-то другого юридического лица, физического лица, предпринимателя. Об этом я уже сказала ранее. Если будет такое большое количество, что, ну, реально же... Ну, приоритетность будет. Здесь будет работать администрация города. Будут ждать денег. Они будут, они будут все рассмотрены. Они будут лежать в папке и ждать на возбуждение финансирования. Ну, давайте не будем фантазировать, давайте дождемся. Безусловно, каждый проект будет рассмотрен. Каждый проект будет рассмотрен и каждому проекту будет свое решение. Просто отказать, просто отказать без объяснения. Администрация города, естественно, не вправе. Ограничиваем ли мы проект по стоимости? Нет, по стоимости он не ограничен. То есть он может быть как 5 миллионов, как 10, так и 50 тысяч рублей? По стоимости он не ограничен в проекте. А по каким критериям оцениваетесь в комиссии? Комиссия? Есть все, есть все, есть приложение 3, там критерии оценки инициативного проекта. То есть тот проект, который набрал наибольшее количество баллов, он, безусловно, будет в приоритете. По решению расходования бюджетных средств мы хотим вовлекать жителей в процессы принятия решений. Любой более-менее серьезный проект, который жители хотят решить, ну, допустим, вот тот же мост теоретически, да, это надо провести собрание жителей. Собрание жителей не одно. В одном районе, в другом, в третьем, ну, допустим, надо провести 6 собраний жителей. Как только мы говорим о собраниях жителей, мы начинаем говорить о федеральном законе 19 июня 4 года 54, о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Все. То есть любое собрание жителей, если я захотел где-то собрать 30 человек жителей, или обсудить строительство у нас так, сразу возникает вопрос о том, что должен быть инициатор собрания по закону, сразу должен быть ответственный, должна быть подана заявка в администрацию не ранее и не позднее, должно быть определено количество и не превысить допустимость и все прочее. Да, и мы потом упираемся в то, что мы никого никогда не соберем, потому что будет больше жителей, будет штраф. Как только я соберу жителей, сразу придет участковый, который будет искать нарушение, и инициатора этого собрания тут же оштрафуют, и слава Богу, если не дадут 15 суток. Александр Иванович, вы очень масштабно мыслите, очень масштабно. Да, масштабно, потому что уже было одно собрание, освещали люди, собрались, принял, пришел участковый и вынес предостережение о недопустимости нарушения. А собрание по какому вопросу было проведено? По-любому. Вот я сейчас захочу провести сбор жителей, собрать 50 человек жителей, обсудить на инициативу строительства моста. Вы представляете, какую масштабную работу я должен провести? Я в администрации должен 3 дня провести заявку. Борис Иванович, у нас на территории города... Сегодня есть сеть интернет. Там вы можете свой инициативный проект. Вы можете найти людей, которые... У вас 800 подписчиков и 10 просмотров. Какой вопрос? Я хочу, чтобы вы общались с жителями. Мы вовлекаем жителей в процесс принятия решений. Почему я должен в интернете там смотреть, кто не будет, кем-то далее? Я очень хочу ответить. Можно ответить? Уважаемые коллеги, я просила в собрании не собирать жителей. Борис Иванович, мы вовремя, 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 вовремя. Борис Иванович, потому что на территории нашего города действует еще один наш местный закон. Это положение о порядке организации и проведения собраний конференции граждан в городе Ачинске. И здесь есть и порядок созыва этого собрания. Обращу ваше внимание, что инициатива городского совета оформляется решением. А эта инициатива у нас будет городского совета, в том числе в виде решения. И тогда, когда граждане нам сообщают, что мы хотим организовать собрание. Именно городской совет примет решение, что это собрание будет по такому-то определенному вопросу. Но только, естественно, необходимо соблюсти этот порядок, который предусмотрен. А в этот порядок мы никогда, жители, по этому порядку не соберем. Ну, почему не соберем, если его соблюдать? Попробуйте, я посмотрю, попробуйте. Давайте 30 человек попробуем на той неделе собрать.